Для того, чтобы понять логику инициативы, давайте мы увидим, каков вообще фон, который сложился в стране. Понятно, что те действия, которые сейчас происходят, это по сути на Россию напали, и Россия должна защищаться. Вопрос, надолго ли она должна защищаться, на какой срок. Судя по целям, ситуация, которая сложилась, надолго, потому что не нравится в принципе курс России на ликвидацию однополярного мира. Соответственно, уход от доллара и вся вот эта линия. Это означает, что, понятно, мы с этого тоже не отойдем, это означает, что мы должны рассчитывать на достаточно длительный период агрессии по отношению к России. И понятно, что для того, чтобы защититься и выжить в этот период агрессии, там много чего надо сделать и в области экономики, и в области государственного строительства, но это отдельный разговор. Но в том числе мы видим, что интернет является важнейшим инструментом организации заговоров современного типа и оранжевых интервенций. Называют «оранжевую революцию», но, я думаю, более точное слово «оранжевая интервенция», потому что это изнеорганизованный процесс, проистекающий из принципа конкуренции нации. То есть, для конкуренции нации есть самолеты и танки, а есть интернет определенным образом организованный, твиттер определенным образом организованный и, соответственно, гугл определенным образом организованный. В чем именно опасность в этой системе противостояния гугла? Гугл является очень хорошим организатором заговора уличного типа, и не только, кстати, уличного типа. То есть, идет определенная коммуникация, с помощью которой формируется, на это накладывается система управления процессами, и дальше с помощью гугла осуществляется, скажем так, подготовка уличных акций, свержений, революции, интервенции и так далее и тому подобное. Соответственно, нам придется так или иначе реагировать на вот этот вызов государству. И каков должен быть вызов? Вы упомянули одну нашу инициативу. До этого мы внесли закон о том, что с 1 января, мы ускоряем, вернее, предложили ускорить вступление закона, с 1 января дата-центры должны быть на территории России. Это само по себе дает условия для, скажем так, общей национализации интернета в России. Не надо путать с государственным. В чем логика этого процесса? Мы хотим постепенно перевести основные чувствительные интернет-ресурсы под управление российскими компаниями и российскими специалистами на территории России, естественно, выполняющими силу этого российского законодательства. И начинается это вот с дата-центров, когда мы переводим сюда именно хранилище информации, как условия этого процесса. А параллельно, естественно, мы создаем условия для формирования российского бизнеса, специализирующего на российском сегменте. Но, естественно, это не политика изоляции и по всему миру. Тем самым создаются условия для роста наиболее высокотехнологичного российского бизнеса. Вот я сюда шел, вот Фейсбук сейчас по капитализации уже 200 миллиардов обогнал, вот сегодня новость прошла, обогнал ведущие компании мира, включая в том числе ведущие торговые компании. То есть это прекрасный бизнес с хорошими доходами. Мы хотим в том числе, чтобы этот бизнес работал, такого рода бизнеса я имею в виду, работал в России, зарабатывал деньги в России, зарплаты платил в России, прибыль оставлял в России и в том числе повышал благополучие России. И, конечно, в этом нет никакого желания нам как-то ущемить интернет. Или вот, даже вот если заметили, я не сторонник даже паспортизации интернета, хотя по этому пути, допустим, пошел Китай и очень многие страны. Я сторонник национализации. Это более мягкая форма, решающая много задач. Кроме отражения технологии интервенции, это еще форма решает задачи формирования национального высокотехнологичного бизнеса. Это не такая уж секретная информация. Вы ее найдете не только от меня. В рамках общего установки Соединенных Штатов Америки Google действительно подписал соответствующие соглашения со СБУ. Украины в исполнении их задач, которые они ставят. Одно вспоминает, что служба безопасности Украины после госпереворота это уже не служба безопасности какого-то, знаете, пушистого государства. Это уже, по сути своей, организация с террористическими задачами и целями. И, соответственно, Google подписался под реализацией части этих террористических задач и целей. То есть использовать свою инфраструктуру, свои базы данных, свои данные для этой работы. Кстати, между прочим, в отношении Google такого рода упреки, но не упреки, а информация идет не только по линии службы безопасности Украины. Google, например, сотрудничает с террористическими организациями на Ближнем Востоке. И эта информация тоже есть. Когда, например, открыто говорили о том, что он убирает странички террористов по определенному сигналу в случае, если эти террористы, например, оказываются под вниманием спецслужбы или арестовываются, или еще что-то с ними происходит, для того, чтобы разрушить информацию о системе их связей. То есть там есть и такого рода договоренности. Это не потому, что они любят терроризм, это потому, что они любят США. Это просто не надо путать. Есть террористы проамериканские, есть не проамериканские. Фактически Google теперь является филиалом этого механизма внешнего манипулирования и для Соединенных Штатов Америки, и для ЦРУ, и для Госдепартамента в части уличных акций, и для Госдепартамента в части терроризма для ЦРУ. Поэтому соглашение есть, обмен данными есть. Эта информация достаточно проверенная. И она, еще раз говорю, мы имеем к ней доступ не только от меня. Проверенная. И она используется для цели убийства людей. То есть не для этого соглашения, а для того, чтобы убивать людей, наших соотечественников, а также и действовать в СБУ на территории России, которая сегодня для СБУ является главным объектом работы вовне, то есть во внешней среде. Это последний вопрос, но вернее два вопроса одновременно. Когда будет вопрос и какова конечная цель? Что с Google-то делать будем? Запрещать его? Значит, мы запросили сразу с второй части вопроса, раз уж так, национализировать. Мы считаем, что со временем мы должны выйти на национализацию Google, то есть на то, чтобы Google в части России перешел в российскую юридическую компетенцию. Соответствующее юридическое лицо Google и соответствующие его коммуникации на территории России должны быть под национальным контролем. В том числе этому способствует закон о базе данных, дата-центрах. Это первый момент. По самому запросу мы сейчас запросили дополнительную информацию, чтобы подготовить необходимое обращение для правоохранительных органов. Запросили эту информацию мы в Министерстве связи, в некоторых силовых органах запросили эту информацию, ну и у некоторого бизнеса тоже мы эту информацию запросили. То есть, поскольку запрос серьезное дело, мы его, соответственно, серьезно готовим. Сроки национализации Google мы надеемся, ну, начало следующего года. Мы надеемся. Произойдет. То есть, изменение принципов его функционирования на территории России. Ну, это мягкие методы, это методы профессионалов, специалистов. Это никакого тут рубения, значит, концов не должно быть. Это должно быть перевод в национальную юрисдикцию, если хотите, принудительная для офшеризации. Спасибо. Спасибо. И запрос когда будет, вы мне сказали. А вот ждем, как только мы получим от Министерства связи, от других вот те данные дополнительные, которые мы запросили, я думаю, что это будет в следующей неделе. Мне кажется, это серьезная инициатива, которая заслуживает очень серьезного рассмотрения. Значит, проблема очень сложная. Здесь рубить на отмышь нельзя. Очень важно еще и десятки миллионов наших пользователей, чтобы они чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы они не чувствовали, что их права ущемлены. Они должны иметь возможность пользоваться теми нормальными ресурсами, которыми пользуются во всем мире. И здесь интересы наших людей, их гражданские права тоже являются, без сомнения, одним из важных факторов. Поэтому все должно быть очень хорошо продумано и решено в идеале так, что граждане вообще не заметят. Вообще все решения государственных органов в идеале должны делаться так, чтобы нормальные, законопослушные граждане, которых большинство никаких этих решений не замечали, и никаких проблем для этих граждан не создавали. Это второе. Значит, третье, в чем я, конечно, согласился бы, в том, что социальные сети на сегодня используются активнейшим образом для организации государственных переворотов. Мы видим это в Египте, мы видели это в Украине, и смею вас заверить, поскольку, как вы знаете, Конгресс США принял решение выделить 10 миллиардов долларов на организацию государственного переворота в России, так сказать, до 2018 года, то большой объем этих ресурсов пойдет именно на работу с сетями. Значит, и поэтому нам, конечно, необходимо защитить суверенитет своей политической системы. Кстати, я хочу сказать, многие страны об этом сейчас думают. Как вы знаете, предположим, когда тоже через социальные сети пытались свернуть, например, министра Турции Эрдогана, он тоже был вынужден предпринимать действие, но он пошел по сразу радикальному пути. Отключить, значит, Facebook, отключить YouTube. Это, наверное, не самое правильное решение. Мы должны действовать более тонко, более умно, более продуманно, более рационально и спокойно. Тем более, что время у нас вполне есть. Значит, вот это, кстати, эти социальные сети, которые используются для установления влияния, для, в том числе, государственных переворотов, это не только эти сети используются. У нас есть общая фундаментальная проблема. Вот Евгений Алексеевич сказал о том, что надо национализировать Google. Да он уже национализирован. Только национализировало его не правительство России, а правительство Соединенных Штатов Америки. Имеется в виду, национализировало его политические ресурсы и возможности. Все эти крупнейшие сети, они, так сказать, давным-давно, над ними установлен контроль спецслужб американских, которые их эффективно, что образом, используют. Кстати сказать, мы видим, что такая национализация, предположим, де-факто, свифта тоже произошла. Они же нам угрожают отключением от свифта, отключили, кстати, иранцев, так сказать, а не от свифта. Хотя это международные сети, но контроль над ними национализирован. Понимаете? Вот в этом одна из проблем. Это огромная фундаментальная проблема, суть которой национализация глобального прогресса. В этом, как бы, суть, так сказать, за что борются наши американские коллеги. На то, чтобы получать, продолжать получать сверхприбыль от национализации глобального прогресса. Мы, многие другие страны, недовольны. Все говорят, слушай, товарищ, давайте поровну делить результаты до глобального прогресса. Мы не признаем вас старшиной. Возводе, который с новобранцами здесь, так сказать, обращается с остальными странами, как с новобранцами. То есть, вот это фундаментальная проблема, которая будет продолжаться с различными сетями и с различными странами, и будут повторяться еще десятки, если не сотни раз. То есть, суть проблемы в том, что есть глобальные сети, в рамках которых случается глобальный прогресс, взаимодействуют сотни миллионов людей, но контроль над этими процессами, он приватизирован, национализирован одной страной, которая пытается таким образом через них влиять на другие, в том числе, приводя марионеточные режимы, как это произошло на Украине. И вот то, что мы отрабатываем эту модель, на самом деле еще, вот я хочу донести, что это не что, какой-то такой исключительный эксклюзив, просто мы здесь впереди находимся. На самом деле, такого рода конфликты, они начинаются и будут у многих стран со многими глобальными сетями, которые попали под контроль одной национальной группы в данном случае Соединенных Штатов Америки. Не надо путать глобализацию и американизацию, это разные вещи, как показала практика, часто бывают противоречивыми. Значит, следующий момент, связанный с Украиной. Значит, вы знаете, ну, насчет службы безопасности Украины. Я согласен с Евгением Митсевичем, что это, по сути дела, террористическая организация. Значит, это такой зародыш ИГИЛ, да, значит, если дать ему возможность, он вырастет буквально в монстра. ИГИЛ, да, именно глава СБУ Наверия Ващенко создал правый сектор, неонасыстскую банду, которая вот и совершила государственный переворот, участвовала в совершении государственного переворота и которая ответственна за множество военных преступлений. Есть все основания полагать о том, что Валентин Наверия Ващенко, глава СБУ, напрямую причастен к массовому убийству в Одессе, где погибло более сотни граждан, скрывается и число погибших, как вы знаете, только что опубликованы данные, сорваны. Наверия Ващенко просто отказался прийти на заседание комиссии, отказался отвечать на вопросы, как и другие ответственные за это убийство, такие как Андрей Порубий, тоже неонацист. Значит, кроме того, Наверия Ващенко с большой вероятностью имеет отношение к сбитию Боинга. Значит, этот Боинг был, видимо, сбит в результате заговора Игоря Коломойского, который контролирует, в том числе, диктатор Невропетровщины, я его называю профессор Мариарти Киевской хунты, поскольку такой, знаете, гениальный ум, поставленный на службу абсолютному злу. И в результате заговора Коломойского, который контролирует диспетчерский пункт, который заставил снизиться Боинг, потому что, видимо, не доставала его ракета с самолета. Значит, и Валерий Галитей, который контролирует, собственно, эти подразделения военные. Ну и Валентин Левач, глава спецслужб, который занимался информационным сопровождением и отслеживанием. Поймите, банды военных преступников, значит, иностранных агентов, которые террором сохраняют свою власть. Но здесь к нам претензии. Мы же не обвели службу безопасности Украины террористической организацией, к сожалению. А должны, мне кажется, это сделать. Нужно расследование. Нужно здесь в чем-то брать пример у наших американских коллег, которые сначала, кто им не нравится, сначала обвиняют террористической организацией, а потом уже размышляют. А мы сначала идем расследование, потом, когда выяснится, что это действительно террористы, мы через два года их объявим таковыми, к тому времени все уже ситуация уйдет. Нужно быстрее это делать. Ну, значит, здесь я согласен. Договор с террористической организацией, он ставит вопросы. Но еще второе. Нам нужно более решительно обвинять, так сказать, вот сейчас у нас будут выборы украинские, но, я не знаю, очевидно, пойдут ситуации террора, так сказать, будут фальсифицированы. Зачем нам их признавать легитимными-то? Нужно решение принимать, более решение. Мы делаем вид о том, что у нас, там у нас какой-то правительство Украины, что с ним оно какие-то ошибки может делать. Банда военных преступников и иностранных агентов. Я отделяю отдельно Порошенко. Это, так сказать, все-таки получил какую-то долю легитимности, хотя президентские выборы были самые фальсифицированные в Европе за последние 20 лет. Еще один момент, связанный с Гуглом. Я вот, так сказать, посмотрел литературу, я поразился. Запомните такое слово. Вангард. Это основной акционер Гугла. Оказывается, этот же Вангард, он является главным владельцем компании «Монсанто», которая занимается ГМО. Оказывается, эта компания «Монсанто», кроме ГМО, является еще и владельцем «Академии». «Академия» – это самая частная военная компания, которая готовит террористические боевые группы на Украине. Право сектора, нацгвардии, всех вот этих неонацистов. И которые, вы знаете, сотни представителей которых были замечены в Украине, но они в боевых действиях, судя по всему, непосредственного участия не принимают. Они на базах готовят вот этих вот террористов, которые и выступают против населения. Получается, что главный акционер Гугла, он еще и косвенно участвует в подготовке террористов, неонацистских групп и других людей, которые занимаются вот этой карательной операцией. И одновременно Гугл еще, служба безопасности Украины подписала договор. Слушай, слишком много связей. Возникают вопросы. И плюс еще служба безопасности Украины, с которой он подписал договор, ее возглавляет агент американский. Ну, это уже неоднократно доказано, так сказать, да, это было уже в сотнях, так сказать, разных местах. Главный, по сути, один из главных агентов американцев в рамках хунты Валентина Леваченко. Слушай, ну, как-то слишком много связей. Это позволяет нам выставить в качестве гипотезы, что, видимо, Гугл используется в качестве одного из инструментов для государственного переворота в Украине и террористического подавления, сопротивлению киевской хунте. Ну, поскольку мы знаем, что главная цель, так сказать, сегодня наших американских коллег, это повторить то, что они сделали в Украине для России, то, конечно, от нас требуется максимальная осторожность. И нам не надо разрушать, запрещать. Но нужно провести расследование и создать такие инструменты блокирующие, которые не позволили бы использовать Гугл для того, что произошло сегодня в Украине, чтобы не позволить им сделать то же самое в России. Все, спасибо. Спасибо. Сергей Александрович, уже есть вопросы. Вопросы на я сразу, да? Или хотите прокомментировать? Нет, все, я понял. Пожалуйста, вы были первым, второй ряд, микрофон вам дадут. Значит, вы представьтесь. И кому вопрос? Наверное, вопрос к Евгению Алексеевичу, газету «Пасовский комсомолец», Зубов Михаил. В заявлении в прокуратуру должна быть, наверное, какая-то конкретика. Какие конкретно статьи, в нарушении каких конкретно статей вы подозреваете Гугл? И, значит, это вот первая часть вопроса. И вторая, вот предположим, прокуратура признает, что, условно говоря, Гугл нарушает статью 182. Так вот она нарушает. Что дальше? Гугл отключается Роскомнадзором. То есть, что технически происходит дальше? И как будет происходить это давление, которое приносит к, значит, национализации Гугла? Смотрите, ну, мы все-таки законодатели. Наша задача не что-то отключать, а наша задача менять систему. В данном случае законодательную и юридическую основу функционирования деятельности. Поэтому для нас это, прежде всего, будут действия, направленные на изменение системы. Вот типа той, что мы запустили по дата-центрам, в том числе и в финансовой сфере, в том числе и в организационной сфере. То есть, будем разворачивать законодательство по национализации, еще раз говорю, в данном случае Гугла. Это, ну, не только Гугла, но и сетей, но в первую очередь его. Это первое. Конечно, но при этом, конечно, могут быть установлены совершенно конкретные действия, связанные с способничеством или с участием в подготовке, или другими вещами, связанными с общегосударственными преступлениями. В подготовке, допустим, беспорядков вполне может быть это установлено. Дело в том, что когда следственные органы устанавливают эти форматы, она же устанавливает не только тех, кто непосредственно с дубиной вышел на улицу, но и тот, кто помог, организовал, сделал. Вот это все есть круг участников, которые будут в этом случае, ну, в этом случае, если так события будут развиваться, подчеркиваю, как вы говорите, будут установлены. Так что я не исключаю, что могут быть и уголовные дела в отношении конкретных работников Гугла, просто конкретные уголовные дела, в том числе и иностранцев, потому что российское законодательство, если ты совершил преступление на территории России, ты отвечаешь. Я вам скажу, вот я сейчас только сегодня приехал с Санкт-Петербурга. Мы там ощущаем, там в связи, как бы в контексте выборов, что там организовано определенное подполье. Это подполье, ну, например, у нас уже пять активистов за последние две недели к ним на улицах подошли с требованием снять георгиевские ленточки. Это, вообще-то говоря, только в нескольких городах мира происходит. В Киеве, во Львове и вот в Санкт-Петербурге все и с выборами. И, причем, это люди были, ну, достаточно видно, что они, скажем так, приезжие, ну, скорее всего, с Украины. И это, у нас пять заявлений таких есть. То есть мы понимаем, что вот эта такая система, она организовывается, она двигается, и у нее есть, существуют механизмы управления. Но это уже, ну, там не было насилия. Хотя в двух случаях так, из баллончика, с георгиевской ленточки человека, другой раз, там у него что-то вырвали. То есть было какое-то полонасилие. Но это тоже может пойти по вот этим статьям. То есть это работа правоохранительных органов. Каким образом имеется связь между работой и решениями конкретных людей в организации, в данном случае связанной с Гуглом, и последствиями, которые мы можем наблюдать или наблюдаем в области безопасности государства, террористической деятельности, беспорядков и так так далее. Сой, песни, перемены и так далее, то есть которые вы заявляли, что они влияли на состояние людей, на перестройку. Вот что, вот в Гугле после национализации не будет ли Виктор Сой выходить или как? Ну смотрите, вот я открыл вам ресурс Гугла. Вы тоже можете открыть. Ну это просто я взял в поисковике. Там много разных ресурсов. Это не только, собственно, поиск, там вот тут и почта, и социальной свете, и коммуникации, но целая система, по которой работают. И через эту систему идет, собственно, процесс организационный, организационный процесс. То есть мы просто знаем, что через Гугл идет коммуникация между подготовленными, скажем так, людьми или ранее отобранными людьми, или организованными людьми. Ну, например, для целей террористической деятельности со всего мира. Их же надо отобрать. Вот есть 10 тысяч человек, надо выбрать одного, который готов убивать. Это определенная процедура, технология, которая вполне работает при поддержке Гугла. Понимаете, да? То есть создаются такие сети информационного движения, в которых осуществляется отбор нужных людей. Теперь, значит, Цоя тут вообще не понимает. Мы говорим о национализации Гугла. Это означает, что в России появляются сети Гугла под национальным контролем. Даже с иностранными организаторами. Даже, может, даже и с иностранными владельцами. Но при этом они, это, скажем так, юридические лица Гугла, которые работают на территории России, работают по российскому законодательству. Это общий принцип. И хотел бы вам сказать, что я вообще-то про СОЯ такого не говорил. Я сообщил о том, что в Санкт-Петербурге, это тоже отдельная история про враги, как это перевирают. В Санкт-Петербурге был отдел КГБ, который занимался певцами. Может быть, вы не знали этого? Целое подразделение, в котором работало много сотрудников, офицеров КГБ, которые занимались вот этой средой. И у них была информация, которую они мне сообщили. И сказали, где она находится. И даже я, если вы смотрели интервью, сказал, как ее взять, чтобы проверить, например. Вы же хотите проверить. Я сказал, для этого надо возбудить дело по госперевороту 1991 года, в рамках которого провести расследование архивов КГБ, где это записано. Вот это к вопросу, ну, просто это технологии. Технологии оранжевых интервенций, в которых работают профессионалы. Эти профессионалы умеют работать с современной средой. Вообще, американцы в этом плане, конечно, молодцы. Если Советский Союз сделал ставку на танки, самолеты, ракеты, то американцы в области конкурентной борьбы сделали ставку на коммуникации, на психологию, на кремленологов. Напоминаю, должность Кандализа Райса, она была директором института криминологии. То есть изучала, кто на первомайской демонстрации, с кем рядом стоите и как они с собой общаются. Это тоже технология подготовки вторжения. То есть для цели, это звучало не просто так, а для цели его воздействия на Советский Союз, на свою ликвидацию. То есть это современный метод конкурентной борьбы. У него умные люди работают в этом методе конкурентной борьбы. Там генеральные штабы и просто Google. Мы видим, что является элементом этой работы. Причем повсеместно, не только в России. Это, по сути, проект, обслуживающий политические разведки и спецслужбы Соединенных Штатов Коммунистов. И к предыдущему я просто начал, я тогда не сказал. Я вообще традиционалист. То, что сегодня называется однополярным миром, последние тысячи лет называлось миром колониальным. А сегодня это красиво называется. То, что раньше называлось 100 или 200 лет назад туземцы, сегодня называются развивающиеся государства или народы. А суть от этого никак не меняется. То не было бы великих европейских столиц, Лондон, Париж, Берлин, если бы у них не было африканских колоний, индийских колоний. Не было бы. То есть это способ государственного строительства, который они используют, под названием эксплуатация одного народа другим народом. Одного государства другим государством. Этот способ они использовали тысячу лет в своей истории. Они по-другому не умеют. То есть, по сути, это паразитическо-разбойнические технологии государственного строительства. В отличие от российской, или, кстати, восточной, которая направлена на внутреннее развитие. И поэтому мы понимаем, что они будут все время производить попытки прибрать другой мир, попытки жить за счет других. Ну, короче, рейдитерские механизмы. И в этом плане, конечно, там будут и профи, которые будут использовать и использовать такие инструменты, как сети, фейсбук и так далее. Ну, а когда же это? В следующем году. Я же сказал, первая половина следующего года, после того, будет подготовлена материальная основа национализации. То есть, мы переведем дата-центры, переведем штампом железа на территорию России. Когда мы переведем железо на территорию России, после этого можно ставить вопрос об изменении правил экономического и организационного устройства в сторону национализации. Вот, я так мягко скажу. Так, девушка, пожалуйста. Даня Митцал, Панпалкомньюс. Вы знаете, я повторю, наверное, вопрос, коллеги, почему мы в углу, но с другого угла. Почему не Алькен? Есть международная организация, она якобы международная, она тоже находится под контролем правительства США, которая занимается делегированием доменов. И, собственно говоря, регулируем структурой интернета, ну, физической программной. Я, насколько я знаю, несколько раз предпринимались попытки международного сообщества вывести ее из-под контроля США. Вы как-то этот процесс планируете вновь инициировать, потому что это более глубокий уровень, нежели, чем Google. Спасибо большое за вопрос. Мы не занимаемся попытками бороться с США, это точно. Мы занимаемся защитой национальной территории и российского государства. У нас другая задача. Для цели этой защиты мы планируем начать вот эти процессы, то, что мы условно называем национализацией, или, если хотите, диапширизация, или что-то такое. Вот что-то для чего. Почему Google сейчас? Ну, естественно, Google начало. Да по той простой, потому что те же дата-центры, понятно, вам перекроют все, не только Google. Но почему Google? Да потому что Google, скажем так, в меньшей степени скрывает свою связь с американской политической и военной системой, в меньшей степени. Он, в принципе, это не скрывает. Он даже до того обнаклеивает, что вешает уже в российских ресурсах Google украинские флаги, когда там был День независимости. Понимаем мы, в каком контексте, для цели сбора террористов на территории России. Ну, естественно, нам не догадывались какие-то идеологемы сбора. И мы понимаем, под каким флагом уже готовится Майдан в России. Он как бы готовится под украинским флагом. Мы это видим. Вот попытки были каких-то, значит, подготовки беспорядков в Питере, в Москве, именно в метро московском. Мы там видим, что вперед выступать. Украинский флаг становится символом российского Майдана. Мы видим, что это выстраивается. И Google является важнейшей организационной основой для этого. Заключение соглашения с террористической организацией Службы безопасности, соответствующей Украины. Украина, это как раз, если хотите, формализация его участия в антигосударственной деятельности на территории России. И это дало нам, естественно, не то что основание, а мы не имели права не начать процесс расследования этого. Понимаете? Вот и все. Сергей Александрович, вы хотите, чтобы дополнить, насколько я вижу? Да. Знаете, в чем по поводу вопроса? Эти социальные сети представляют в себе во многом новую реальность. И пока еще не все понимают, как их использовать. И не все понимают, каким образом они должны регулироваться. Здесь нам еще ждет много новых открытий. Но работа спецслужб, естественно, эти ресурсы задействуют свои цели. Все субъекты стремятся задействовать свои цели. Поэтому здесь окончательных ответов быть не может. Понимаете? У нас еще новые инструменты, с помощью которых будут использовать социальные сети для достижения своих целей, некоторые еще не открыты. Некоторые открываются сейчас. Сидят люди, так сказать, проводят мозговые штурмы, так сказать. Там сидят в этих сетях, что-то такое делали. Они прямо сейчас говорят. Мы же пока еще их не знаем. Но это не значит, что с этим не надо работать. Это значит, что эту новую реальность нужно осмыслить, понять, каким образом это глобальная реальность. И есть очевидные противоречия между глобальными сетями самых различных систем, не только Google, не только интернет-сети, я имею в виду, вообще-то, сказать. И национальным регулированием, национальными интересами и так далее. Здесь необходимости все пойдет методом проб, ошибок. Понимаете? Вот так попробовать, так, вот эти новую реальность возникает. Тут на нее отреагируют. Здесь окончательного ответа сейчас вам никто не даст. Потому что эти социальные сети находятся только в процессе освоения. Но нам некоторые люди говорят, вот, а вы не обращайте внимания. Не Женька, Женька как раз говорит, что он может. Значит, не обращайте внимания. А она пускай там, пускай другие используют, а вы уйдите отсюда. Не мешайтесь, это не ваше дело. Но сказано, кто не занимается политикой, тем займется политикой. А кто не занимается политикой через социальные сети, тем займется политикой через социальные сети. Спасибо. Следующий вопрос. Я бы сказал, кто не защищает Родину, тот будет рабом. Здравствуйте. Сколько это в Англии? Я хотел узнать. Мы будем создавать собственную систему, то есть общую систему информации для защиты от винных систем. Ну и для того, чтобы люди, как говорится, получали более достоверную информацию, нежели американские или иностранные ссылки нам предоставляют. То есть вы имеете в виду свой поисковик? Ну, да. Я думаю, что мы должны создать условия для российского бизнеса, чтобы он мог это все делать, сто процентов. Ну как, это равенство. Это равенство права бизнеса, равенство права людей. Но мы должны создать для этого условия. Сегодня система устроена таким образом, что это в России невозможно технологически. Для этого мы начинаем процесс перевода дата-центра. По сути, вот длинный процесс национализации, который создаст условия, чтобы вы лично могли заняться, например, такого рода бизнесом, это бизнес, и создать, используя свой интеллект, конкурентные, в том числе, конкурентные поисковики, сети и все остальное, конечно. Да. И еще один вопрос. А сколько примерно у правительства США тратить денег на финансированные Google, как в прочем и другие организации, которые являются акционерами? Ну вот так, просто по общей информации не получим. Вот, вот смотрите, мы знаем, у правительства США, я знаю немножко американский бюджет, у него проектное финансирование. Это означает, что они не финансируют вообще Google, кроме как, может быть, период его создания. Вы знаете, что вообще первоначально вот эти вот многие сети создавались по военным заказам, ценя на Штатах Америки, наверное, в курсе, первоначально. И они об этом, кстати, говорили, никто это не скрывает, на заре. А дальше проектное финансирование. Что это за проектное финансирование? Вы можете посмотреть речь госпожи Хиллари Клинтон в Конгрессе США, когда она была госсекретарем США два года назад. Она есть, известный ролик, она уходит даже в переводе русском, где она, общаясь с американскими конверсиями, обсуждает этот самый бюджет. Напоминаю, называется это, это ее слова, бюджет на войну в России. То есть в Конгрессе употребляется со стороны госсекретаря США слова «Мы ведем войну в России», информационную. И нам для усиления этой войны нужно это, 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 это с точки зрения денег. И конгрессмены в этой дискуссии, там часа два дискуссии, они говорят, вот это, да, вот тут добавим, тут прибавим, вот это вот пойдет вам на социальные сети, там это перечисляется. Отдельно там перечисляется, сколько пойдет на Твиттер, для цели подготовки оранжевых, ну война, то есть для цели войны. Ну это война, слово война главнее, чем слово информационное. То есть они, не скрываясь, закладывают эти все расходы в бюджет Соединенных Штатов Америки. Вот на Украине, я тоже ссылаюсь на них, на Украине они официально сказали, что мы на такого рода цели потратили 5 миллиардов долларов. Это вообще-то не я сказал, а госсекретарь США, у меня помощник, помощник президента или госсекретаря, Нуран сказал. Только они не скрывают этого. В России та же история, не скрывают. В России не скрывают даже, что будут делать. Тоже, если вы решили заняться аналитикой, посмотрите, опять же, в Конгрессе США утверждение Макфолла, пословом Российскую Федерацию. Ой, не Макфолла, я прошу прощения, а этого. Теф, теф, теф. Вот было два месяца назад, у них утверждение, где был подробный разговор, что он будет делать в России, с называнием фамилий, кого он видит в российском руководстве и так далее. То есть он приехал для функции, а не просто в другую страну верительной грамотой принимать и визу выдавать. И в рамках этого функции у него система бюджетов. Насколько я понимаю, объемы бюджета, вот здесь прозвучала цифра 10 миллиардов, но, насколько я понимаю, объемы бюджета совокупного значительно больше. Потому что, как я говорю, там это 10 миллиардов, это чисто государственные, да. Кроме этого, как работают американские фонды? У них же они формально частные, да, но в них в руководстве сидят отставные сенаторы, конгрессмены, крупные чиновники. И поэтому, когда принимают решение Конгресс 10 миллиардов, частные фонды добавляют еще 10 миллиардов, плюс еще британцы добавят миллиардов, так сказать, несколько, немцы, французы возьмут этот подкозырек тоже добавят. Досовокупность где-то, по моим оценкам, миллиардов 35. Видите, такие огромные деньги. Плюс еще напрягут олигархов с помощью тех же санкций и манипуляций, как мы видим это на Украине. А если олигархи не будут давать их, посадят как фиртыша в тюрьму, на всякий случай, так вот, если они будут плохо себя вести. То есть это добавит еще финансирование. Это технология оранжевой интервенции. Она хорошо отработана. Тот же послал США, подчеркиваю, он 3, он сделал уже 2 успешных интервенции. Не просто, знаете, пытался, а сделал 2 успешных интервенции. 2 сделал госпереворота. В Грузии и на Украине. Он профилит. Он знает, как это делать. У него 2 успеха. Он понимает технологию этих успехов. Он понимает, куда направлять деньги. Как манипулировать. Как использовать социальные сети людей. Как использовать какие-то медийные фигуры. Но это система работы, которая, скажем честно, на Глосаксе сильнее нас. Потому что мы сильнее были традиционных конкуренций наций в других сферах. Военные, например. Русская армия была самая сильная в мире. А вот в сфере промывки мозгов мы всегда были слабее. Но это специфика. У каждого есть. Ну не всегда. В 20-е годы мы всех переигрывали. В Москве? В 20-е годы калинтерн, так сказать, один из самых влиятельных ресурсов, которые... Везде были наши люди. Дело в том, что должны быть идеи. Вот в этом главное, в чем мы так сказать. Мы все сидим, что-то мямлям. Должна быть самостоятельность идейная, прежде всего. Согласен. А сейчас мы вооружены против его умения совершать? Я бы не сказал, что мы вооружены. Потому что у нас общий фон такой же, как был на Украине. Общий фон. Такие же коммуникации, такие же олигархи, такие же стети, например. То есть нам еще надо быть вооружены. То есть нам надо предпринять шаги для защиты. Для того, чтобы мы были защищены. То есть сама система сегодня не является изначально подготовленной для цели этой защиты. И все, что у нас есть как бы сверх этого, это мы защищены от военной компонента с помощью ядерного оружия. Но военная компонента в сегодняшних войнах и не нужна. То есть с точки зрения есть не эти листы, связанные с присутствием нового американского посла в России? Нет, связанные не с послом, а связанные с позицией сегодняшних штатов Америки, которые открыто декларируют необходимость уничтожить. Особенно представители правительства Англии, молодец, недавно сказал. Они же все правду говорят. Честно говоря, у них как бы скоростное. Задача, которую поставили перед собой США, ослабить Россию, это публичные слова Обама. Но он дипломатично. А задача, которую считает, стоит перед американцами и англичанами, представители правительства Кэмерон, СССР, Англия, он говорит, уничтожить Россию. Открыто. Наша задача уничтожить. Никто ничего не скрывает. Дальше вопрос технологии уничтожения. Технологии уничтожения отработаны в десятках успешных интервенций. Ну, или полууспешных. И я даже не про Сирию и Югославию не говорю, а в ближайшее время. Там та же Украина. Вот вам пример, когда абсолютно четко русский мир, русская ментальность, русская культура. И каким образом ее можно перелопатить с помощью государственного переворота. Кстати сказать, они нам говорят о том, что у нас это все плохо получается. Потому что это Россия мешала, сам Украина. А вот в Ирак в России никак не мешался. Вот каждый легко может убедиться, что получается у американцев, когда никто не вмешивается. Вот Ирак, вот результат. Вот то, что, так сказать, нам будет у нас, если вдруг мы прогнемся, сломаемся и так далее. Причем, я вот, есть такая большая задача, о которой мы здесь начали говорить, да, защита сегодня. Мне кажется, что одна из наших слабостей заключается в том, что мы все время защищаемся. Ну, как известно, тот, кто все время защищается, он чаще всего все-таки оказывается в слабой ситуации. Нужно и уметь переходить в наступление. Нужно находить какие-то места. Мы не такая слабая страна, извините. У нас на сегодня мы шестая, по-моему, экономика мира, да, ну там по-разному считается, по-разному технологию идет подсчет. Плюс, извините меня, за наше спино сейчас большинство мира, которые смотрят на Россию с огромным сочувствием и поддержкой, все же понимают, что в Украине Обама напал на Путина. Ни у кого нет ни малейшей в этом, надо сказать, иллюзии. Иллюзии смею вас заверить, да. И даже те, кто так не говорит, все равно, все, они тоже так считают. И если все сочувствуют с этой точки зрения Путину, конечно, все сочувствуют России, поскольку весь мир никому не нужен. Вот этот вот сумасшедший бегающий с бритвы, как Таим Владимирович образное нашел выражение Мюнхенской речи, после которого началась на него атака, да, а сравним американскую дипломатию сумасшедшим, которая по миру сбритывает, бегает и всем угрожает, так сказать, Таим Владимирович. И это, к сожалению, проблема. Знаете, я всегда был сторонником американского общества, и мне сейчас, я должен сказать, мне очень серьезно нравится американское общество. Я считаю, это одно из лучших, так сказать, построено себя внутри. Но мы должны четко отличать американское общество, как систему, которую они сделали для своих граждан, и та внешняя политика, которая приходит. Даже союзники США сейчас, даже те, кто сейчас санкции принимают в Евросоюзе, даже эти союзники, они убеждены, что политика Вашингтона в отношении России и Украины полное безумие и очень опасное безумие. Все так считают, поверьте мне, даже те, кто внешне, так сказать, там, критикуют как-то Россию и так далее. Если я понимаю, что это исключительно опасная политика. Поэтому нам нужно подумать о том, как переходить тоже где-то в наступление, потому что надо думать, каким образом. Вряд ли это исключительно должно включаться в организации государственных переворотов в Соединенных Штатах Америки, там, Майдана какого-то, так сказать. Раздел интернационал. Да, значит, вряд ли нужно создавать типа Коминтерна, что-то такое. Это нет, но надо подумать, прежде всего, это все-таки серьезная борьба и за ресурсы, и за то, как будет устроен мир. Мы хотим, чтобы в мире была свобода, безусловно, да. Но мы хотим, чтобы в мире была такая ложь, которую мы сейчас легко можем увидеть каждый, отнющих, так сказать, ведущие американские телеканалы. Нет, свобода и правда, и справедливость вот тоже должны быть. И вот необходимость такая, здесь я выхожу на более широкую проблему, необходимо предложить меру свой вариант глобализации. Тот, кто не имеет своего проекта, рано или поздно начинает быть частью других проектов. Наш американский коллег есть свой вариант глобализации, а мы, к сожалению, никакой не предлагаем. Кроме того, что говорим суверенитет, суверенитет, суверенитет. Знаете, я скажу вот так вот, достаточно жестко по суверенитету. Суверенитет должен быть свой, а чужой не обязательно. Понимаете? Все, на сегодня суверенитет определяется тем, насколько страны могут влиять на другие страны. Чем сильный США? Тем, что они имеют огромное количество стран подвластных себе, чей суверенитет они нарушают. И, ну, здесь мы находимся на площадке России сегодня, я не могу не сделать комплимент России сегодня. Вот когда мы говорим о том, что мы боремся за мир не только для свободы, но и правда исповедилась. Знаете, сегодня приличные люди перестали смотреть американский телеканал. Я часто бываю на разных местах, в разных местах, и там хожу в тренажерный зал. В какой-нибудь гостинице находишься, предположим, в Стамбульме или Стамбуле, да, или Париже. Идешь в тренажерный зал, и там смотрят люди новости. Перестали смотреть CNN. Кому нужна эта академия пропаганда? Реальные люди смотрят, аджазируют за наши. BBC и Russia Today. Конечно, все три ресурса являются, они связаны с пропагандистами компаний. Ну, они тут прямо, откровенно, ясно дают внятную картину. И вот поэтому приличный эксперт, даже американский, он сидит и переключает Russia Today, Al Jazeera International, BBC, World. А американцы перестали смотреть. Они со своими, ну, как бы, гипертрофированной пропагандой, но очевидно гиперолживой пропагандой, они, к сожалению, потеряли свои такие ресурсы. Помните, что война вражена? CNN. О, CNN это было. Все, ушло сильное. Перестали смотреть сильное. Слишком, слишком много пропаганды. Ну, кстати, такая, я согласен, Сергей Александрович, ну, такая цель-то есть. Мир свободных народов. Другое дело, что... И я еще хотел бы, раз уж мы затронем эту тему, русская цивилизация, она защитная цивилизация, цивилизация-убежище. Англосаксонская цивилизация, это цивилизация колониального государственного строительства. То есть жить за счет других народов. Я вот в Афганистане служил, мы туда пришли, тысячу фабрик построили. Пришли американцы, все разломали, начали производить наркотики тяжелые, которых до этого там не было, они были подсмертной казнью. И от этих наркотиков только в России сто тысяч человек погибают, а которых раньше просто не было, как источника. То есть это другая логика, совершенно другая. Это логика рэкетера и рэкетируемая, условно говоря. Вы не сможете, максимум, на что русская цивилизация, она может пойти, это она может пойти в столицы вот этого разбоя, Берлин, Париж, еще куда-то. Это подавить эти столицы, на какое-то время подавить гнездо, но она не поменяет англосаксовский мандалитет сегреидации наций. Когда есть верхнация, как Обама говорит, или Гитлер говорил, цивилизованные народы, эти земцы, либо недоразвитые. Как прописано в официальном документе в украинском соглашении, что Украина подписывается, что это недоразвитый народ и государство. Полутора тысячелетия, кстати, подписывается по отношению к недоразвитому американцам, которым 300 лет. На что само по себе отдельное стоит? Так это их логика госстроительства. Они иначе не умеют жить. Поэтому ничего с ними не сделаешь. Надо просто считаться с этой логикой, и мы не сможем взять их логику и поменять. Надо научиться защищаться. Давайте, девушка, первый ряд. Евгения Алексеевич, скажите, пожалуйста, я бы хотела все-таки вернуться к вопросу соцсетей. Перенести железо на территорию России – это одна проблема. Но соцсети, они все-таки сильны своим железом, своим контентом. Дальше-то что будет? С контентом что будет? Вы проактивная позиция. Вы постцензура. Что будет делать с настроением? Какие будут использоваться технологии? Что будет дальше? Это сейчас идет цензура. Если вы обратили внимание, мы просто замечаем фактуру цензуры. Я вам хотите приведу один пример цензуры? Как это работает? Появился ролик, в котором один из людей, которого зарядили на провокации на питерских выборах, а именно он должен был взять паспорт. И вот там, где прописка, там, значит, вклеивается страница, и якобы, он там из другого города, якобы он голосует на питерских выборах, а это якобы организовано кем-то в Питере. А потом он как бы разоблачается, и на этом основании говорится, что вот это были там что-то под делом на выборах или еще что-то. И заранее одного из людей зарядили, он пришел и выложил ролик, как его, значит, из другого города везли в Питер, чтобы он занимался этой провокацией. Значит, этот ролик четыре раза, это мне сказали только разные, выставляют, через 15 минут снимают, выставляют, через 15 минут снимают. Это четко работает цензура. Понятно, она работает по выборочным моделям, но она работает, это, естественно, американская система управления глобальным контентом. Для этого и существует агентство национальной безопасности с бюджетом, кстати, больше, чем все другие спецслужбы США вместе взятые. Агентство национальной безопасности занимается интернетом, вы знаете, да, и обеспечивает этот контент. Для этого в Штатах построили под Вашингтоном город дата-центр с емкостью больше, чем вся емкость всего человечества, ну, кроме этого города. Один только город, для того, чтобы обрабатывать эту информационную среду. То есть это глобальный институт управления колониальной американской, ну, в данном случае, вертикальной американской системой, однополярным миром, вот в этой части. Это не просто, это система, и мы с этой системой сталкиваемся. Поэтому контент наш, а кто вообще в Америке творит контент? Огромное количество наших специалистов. Вот кто знает, кто работал в интернете, те знают. Если нужна массовая работа в интернете, берут индийских специалистов. В Америке же своих-то нет. У них 80% это то, что называется гастробайтер, они берут людей со всего мира, пылесосят. А там, где нужен креатив, там из России. Сергей Абьев. Например, из России. Вот это что значит? То есть мы не дураки, мы не глупые. У нас нация, которая создает креативных людей в массовом количестве, ну, в силу нашего менталитета, воспитания, образовательной системы и так далее. Значит, для них надо дать здесь зарплату, для них здесь надо дать работе места, чтобы не в Америку они ехали, да? Вот они и будут создавать. Наша задача создать условия для, я еще раз это слово скажу, бизнеса, хотя, может быть, это даже не бизнес, но тем не менее, так расформально. Чтобы здесь началось производство контента, который, в принципе, носил бы, может быть, и характер всемирного, кстати. Не только российского, но со временем, потому что там, где контент, вы правы, там, где главные идеологемы, там и есть замануха. Оттуда и происходит весь проект. А почему это не в России? Значит, надо эти возможности сделать. А чтобы эти возможности сделать, надо преодолеть политические инструменты влияния на Соединенных Штатов, которые запрещают это делать. Вот, я бы так сказал. Спасибо, девушка, второй лет у вас тоже был вопрос, да? Вот, пожалуйста. Я Мария Помощенко, коммерсант. Я хотела бы вернуться к вопросу национализации. Вы говорите о положительном эффекте для бизнеса, о переносе серверов. Но, в принципе, сервера, свой Google с данными российских пользователей, это, по закону, должен быть к 2016 году переносить. Мы сейчас внесли закон, чтобы мы... Я видела, да. С 2015 года. Вот. А офис Google, он у них есть в Москве. Рабочие места, соответственно, тоже созданы. То есть, коллектив какой-то есть. Также у других этих компаний есть центры разработки в России. То есть, в принципе, они по своей сути создают рабочие места. И в итоге получается, что из того, что вы перечисляете, присутствует все, кроме влияния государства. То есть, в итоге, ваша конечная цель, каким образом должна вот эта национализация происходить. Это именно для того, чтобы государство получило влияние на данные корпорации. И еще один вопрос у меня. Я все так же не понимаю, почему, как вы, как Google, по вашему мнению, организует оранжевые революции и сотрудничает с террористическими организациями. Вот у нас есть, допустим, Яндекс, который точно докажет поисковую систему. У него есть точно такие же сервисы. Яндекс.Почта, она есть. Она ведь почта, это Google. У Яндекса дисковые хранилища. Яндекс.Диск, у них есть Google.Докс. Это все то же самое, по сути. В чем принципиальная разница, почему один плохой, другой хороший получается? Это выбор плохого и хорошего. Почему один человек идет и не грабит прохожих, а другой идет и грабит прохожих? Люди одинаковые же, потому что одни приняли такое решение, а другие не приняли. Или потому что на одних вышли, например, организаторы из Центрального разведуправления, из Госдепартамента, на других не вышли, потому что не нужно на всех выходить. Например, поэтому. Понятно, что они могут выйти на любого в этом плане, договориться с любым. Вот Google проявил себя как партнер военных переворотов. Он сам проявил, как организация, как система, как управляющая фактор. В том числе то, о чем говорил Сергей Александрович. То есть он сделал такой выбор, который для нас достаточный, для того, чтобы мы провели к нему особое расследование, особое изучение его деятельности. А Яндекс.Диск такой выбор не сделал. Мы не видим по нему информации, чтобы он сотрудничал с террористическими организациями. Например. Заключил, например, соглашение, которое заключил Google. Понимаете? Вот в этом разница. И то, что первая часть вопроса. Смотрите. Что такое национализация? Это не государственное. Еще раз скажу это слово. Это перевод, переход на национальную территорию основных вещей. Что это такое? Это финансы. Это контент. И это управление. То, что здесь офис есть у Google, ну ясно, что есть офис. Но не здесь производится ни первое, ни второе, ни третье. И деньги, контент и управление происходят из-за рубежа, под контролем Соединенных Штатов Америки. Если этот же офис Google будет наполнен другим содержанием, ну я сейчас в группу скажу, это и есть национализация. Понимаете? Чтобы здесь было производство первого, второго и третьего. Под национальным контролем, по российским законам и в том числе под влиянием от российского общественного мнения, а не только государства. Я хотел к второму вопросу вернуться, мне нужно подчинить. Ну вот по поводу поисковиков. Знаете, много говорилось о том, что они автоматические поисковики. Ну какие они автоматические? Все знают, что это можно регулировать. И теряные запросы, когда запрос делают, направят в соответствующий направление. Ну все это делается. Вот это в случае политических вещей, когда оно нужно у людей, а мы на митинги вывезли. Или бы какой-то пакт поставить его, рассказать, например, что малайзийский боинг был сбит не в летать из угла сговора деятеля киевской пункты, а пророссийским ополченцем. Ну вот они, соответственно. Мы не знаем, кем был спит, малайзийский боинг. Давайте послушайте, пожалуйста. Все прекрасно знают, кем он был сбит. Даже малайзийские руководства уже знают, кем был сбит в боинг, потому что это уже достаточно очевидная вещь. Кто-то мы не знаем, так это и есть работа. Гугл. Да, что же, что вы сейчас сказали, что вы не знаете, кто сбил в малайзийский боинг, это результат работы по сокрытию истины. Он был сбит, как вы знаете, два месяца назад. Все это скрыто, все это таинственно. Когда там было на поле специально украинская армия, начал бы убить, все было сделано. И многие люди были убиты, чтобы вы сидели здесь и заявляли. А мы не знаем, кто сбил в малайзийский боинг. Вот результат. Вот то, что у вас в голове, это результат действий спецслужб, поисковых систем, так сказать, военных. Все это информационные войны, чтобы вы сидели, присовая уважаемую газету «Коммерсант», значит, то есть вполне тегетированная, значит, аудитория, сидели, а мы не знаем, кто убить в малайзийский боинг. Что они сказали, наши коллеги? Молодцы! Девушка с местом. Молодцы! Хорошо работают. Если вы не знаете, кто сбил в малайзийский боинг, вроде бы, в инновационных пространствах, уважаемые газеты, не знаете. Вот он результат. Вот это результат, да, абсолютно. Официальное сообщение. Итак, Девушка, давайте не будем с места вступать. Официальное сообщение. Вы что, где делаешь? Два месяца прошло, и никаких сообщений. Вы можете понять, где это еще? Вы знаете другие, такие рухнувшие самолеты, чтобы два месяца прошло, и никаких сообщений, что они в море накрываются. Открывающие! Господа, если вы уже говорите о море, вот только что была опубликована информация из предварительного доклада. Причиной катастрофы в малайзийском самолете на Украине стало структурное разрушение, вызванное воздействием измен. Все, больше информации нет. Два месяца, два месяца они сказали, результат он был сбит. Ну, понятно, что люди скрывают, не дают расследовать. И дальше, Сергей Александрович, очень интересная информация, что расследование будет продолжено в течение года. То есть еще год будет продолжаться исследованием, что расследование. И в этой связи у меня вопрос. И то, что вы не можете на основании этого сделать вывод, а то, что те, кто... Девушка, давайте внимательно с места ступать. В дискуссию заслепить. Как журналист, вы как журналисты, вы как раз обязаны анализировать, это ваша работа, анализировать эту информацию. Если два месяца проводится расследование, вот эти расследования сказали по поводу Битл Боинга, он был сбит, и все. И говорят, еще год будет. У вас нет никакого представления о том, что те, кто расследуют, они на самом деле и являются соучастниками вот этого взгляда. Но это же ясно, что расследуют под руководством службы безопасности Нидерландов, да, который является самым лояльным союзником США в рамках блога НАТО. Военные эксперты были взяты из Великобритании, которые участвуют вот в этой активном агрессии против России. Малазийцы прямо, они вот уже там воин-воин, посмотрите, посчитайте, малазийские газеты, они говорят, ну очевидно, скрывают от нас, кто сбил этот бой. Ну ясно, я вам скажу, кто его сбил. Он был сбит в результате заговора диктатора Днепропетровской областей Коломойского, министра обороны хунта Валерия Галитея, с участием главы террористической организации службы безопасности Украина и американского пособинститута агента Валентина Наринаевича. То есть ясно, что вы считаете, что затекает расследование, чтобы выиграть сейчас Украину, да, по сути? Украина здесь ни при чем. Украина здесь ни при чем. Преступники, Наливайченко, Галитей, Коломойский, Украинский. Они посылают и украинскую власть. Это банда военных преступников, захватившая власть над Украиной. Это не Украиной. Я вот здесь четко хочу отделить. Ну, эти люди, конечно, никакого отношения не имеют, да? Они граждане Украины, выходцы. Но это люди, которые... Сорнок, что Гюрляктера Куха назвать украинцев. Какой он украинец? Хотя он управлял Украиной, не поздравляю. Но аналоги в 2001 году можно провести? Когда был сбит Украинский самолет на Черном войне? Нет, нельзя. Потому что самолет... Я просто в курсе, я занимался... Ну, ничего, я знакомился с результатом расследования, почему был сбит в 2001 году. Там... Как получилось, значит? До сих пор украинская армия проводила учения на российском полигоне, в дальнейшем большой. Там было, ну, некое такое охлаждение отношений. Они сказали, не будем... Нам не нужно российский полигон, не будем на нем ничего делать. Будем делать у себя в Крыму у нас достаточно. Наши говорят, у вас не хватает дальности там, значит, закрыть, что для ракетов. Ничего мы будем нормально делать. Дальше начались учения в Крыму. Значит, дальше что произошло? Значит, учения должны начаться условно в час. В научении в Крыму приехали большие генералы из Киева. Всем хочется в море покупаться на хорошее время. Приехали генералы. У них пьянка перед началом расследования. После пьянки приехали с опозданием. А с опозданием приехали, стрельбы начались на 45 минут позже. А небо Украина закрыла для гражданских самолетов на очень ограниченное время, поскольку денег не хватает у них. Поэтому, когда начались уже реальные боевые стрельбы, закрытие неба уже закончилось. Уже закрытие неба гражданским самолетам платить надо. Ну, здесь какой-то... Ну, правительство говорит. Мы вот этот участок международного пространства для стрельб закрываем. Надо платить, так сказать, этой международной организации. И там где-то в средний день. У них денег мало. Они закрыли на маленько. Стрельбы начали позже. Из-за того, что генералы позже пришли. В результате начали с реальной стрельбы, когда уже было открыто пространство. И плюс ракеты-то старые, поскольку не обновляются. Поэтому, когда она полетела, нештатно. Вместо того, чтобы самоуничтожиться, она полетела дальше и нашла этот самолет, который просто из-за экономии денег. Ну, вот решили сэкономить 2-3 тысячи долларов, так сказать. Поскольку, ну, денег мало бога. Как это? Это одна вещь. Что касается малазийской Боинга, это достаточно тоже всем очевидно. Он был сбит. Вы ждете, заговора. Коломойского, Галитея и Наливайченко с целью транзизизации конфликтов, чтобы показать, это российские ополченцы, они террористическая организация. Поэтому необходимо, так сказать, получить массовое оружие и другую военную помощь для разгрома террористической организации ДНР и ЛНР. То есть предварительные результаты Россию пока устроить не могут. А их нет? Они откровенно саботируются. Ну, откровенно саботируются. Два месяца пытались что-то такое расследовать и расследовали. Самолет был сбит. Это не ясно. Вот уже огромное количество экспертов, все заявляют о том, что самолет был сбит авиационной пушкой. Он даже вот по этому самому, по телеэкрану видно, что это вот крупнокалиберного пулемета, так сказать, отверстия. Нет. Данных недостаточно. Будем ждать, когда в количестве. Когда закончится война, тогда и скажут, ну да, действительно, вот так вот неправильно получилось. А к тому времени и галиты этого шлепнут, а не там кто-нибудь. Ну что ж, давайте следующий вопрос из тех, кто не задавал. Давай тебе. Агентство Bloomberg, Илья Кайников. У меня вопрос про закон, все-таки не про политику. Закон относится к информационно-телеконекционным сетям. И вот, например, я общался с интернет-экспертами, они говорят, что еще не факт, что иностранные интернет-компании под него подпадают. Потому что, условно говоря, когда вы покупаете товар в интернете, где-нибудь, я знаю, на испанском интернет-магазине или на японском, вы вносите тоже какие-то персональные свои данные, там, не знаю, адрес, номер, кредитки, то идея тогда любой магазин, там, за границей, где вы покупаете, тоже хранить данные в России, да? Но это, очевидно, невозможно. И, видимо, потребуется некий список компаний, которые должны хранить свои данные в России на серверах. А. Будет ли такой список? А. Б. Сколько денег им понадобится, таким гигантам, как Google, Twitter и Facebook, чтобы всю свою коммуникацию российских пользователей хранить на серверах в России? Просто, может быть, они недостаточно много зарабатывают на нашем рынке, и могут просто не потянуть такие расходы, и предпочтут уйти. Это возможно, нет? А. Б. Спасибо. То, что вы сейчас назвали, это общая проблема любого законодательства. Нет ни одного закона, который бы сразу вам ответил на нюансы любого рода. Для этого существует Министерство связи, которое подготовит не списки, а методики, где будет указано, что в детализированном виде хранится здесь, в какую часть информации можно направить, допустим, в интернет-магазин, или еще куда-то, ну, за рубеж и так далее. Это уже будет отработано, как и всегда, в любом законодательстве есть, ну, знаете, нет ни одного закона, который был бы вот такой вот, брутальным. Всегда в нем есть элементы подработки уже на исполнительном уровне. Это первый момент. И, соответственно, Министерство связи, оно эти методики детализированные отработает. И время у него для этого есть, вот как раз три месяца, которые мы планируем, что закон вступит с первого, это как раз для того, чтобы были подготовлены необходимые исполнительные методики со стороны правительства Министерства связи. И теперь захотят, не захотят. Да куда они денутся? Источник денег – Россия. Значит, отсюда происходит богатство, ну, частично, конечно, этих систем. Значит, они будут настроены на российский рынок. Если они отсюда захотят уйти, их место мгновенно, они просто побоятся этого. Мгновенно кто-то займет. Вот как с польскими яблоками. Стоило тот раз, сразу мгновенно нашлось этих яблок в 10 раз больше. Так устроена экономика, что не те, у кого деньги, тот верховодит. Поскольку Россия – это поле сбора урожая, значит, и Россия, значит, ты уверен, что никаких уходов отсюда не будет. Это моя личная точка зрения. Просто хотел точнить фиденды, прикидку. Сколько средств потребуется потратить, чтобы перенести сервер в Россию? Низкую не обязательно. Во-первых, не обязательно переносить сервер. Мы делаем, но у нас есть расчеты, по которым объемы баз в России, материальных, достаточно, чтобы полностью обеспечить работу. Они заключают просто здесь договора и все с нашими центрами хранения информации российскими. Объема достаточно. Расчеты есть. Какие-то цифры, да? Можете сколько понадобиться вашему любимому гуглу, чтобы хранить данные в России? Сколько потратить на строительство, на аренду? Ну, вы можете у них лучше это спросить, потому что они лучше знают свой трафик. Но те расчеты, которые у нас есть, как авторов, и мы их получили из Министерства связи, с соответствующих министерств ведомств, мы знаем, что объемы достаточные, и даже ничего, ну, по крайней мере, на этом этапе строить не надо. А в течение года-двух, когда они захотят перебазироваться в свои центры, которые, допустим, они построили, пожалуйста, пусть строят, делают инвестиции в российскую экономику. Спасибо. Следующий вопрос из тех, кто не задавал. Пока задавали, ну, давайте, девушек. У меня очень красный вопрос, тоже по технической части. Хотел бы понять, ну, вот ситуация там с той же Украиной и так далее является ли конечной целью всех инвестиционных движений и то, чтобы по кратистскому создательству эти системы попадали в СОРМ-ские, различные аналогические штуки, то есть летом премьер-министр Винведи заявил о том, что соцсети и другие так формы будут оснащаться оборудованными уколом для сбора данных пользователей и храниться дальше. Если Google также будет в российском законодательстве действовать, к нему, по идее, те же нормы будут применяться. Является ли это, в принципе, конечной целью национализации, как вы говорите, Google? Спасибо. Спасибо. Просто конечная цель национализации угла и стратегически вообще сетей, социальных сетей, это защита российского государства, защита информации человека, вот ваша личная, потому что как она будет использована и как будут использованы ваши коммуникации. Вот у кого-нибудь есть здесь айфон, например? Вот у кого-нибудь есть? Вот откройте, там вот это в айфоне сервис, и вы там найдете, как вы перемещались лично за последние несколько месяцев с точностью до секунды. И где надо искать? Там вот есть, я вам сейчас открою, там вот, там где вот это у вас идет позиционер. Сейчас заходи. А с кем перемещался? Теоретически может быть фиксироваться без вашего фотография, вот написано где я была. Нет, он у вас будет позиционироваться по спутнику. Он просто местовар подходит. Нет, он просто даже фотографии. Ясно, что это все, все вот то, что вы сейчас смотрите, не ставите, все находится в Штатах. То есть любой человек знает, как вы живете за последние несколько месяцев. Любой, который имеет доступ к этой информации в США. И, соответственно, эта информация не используется для своих целей, которые в данном случае, учитывая, что они декларируют задачу уничтожения российской экономики, уничтожения российской федерации, еще раз, я цитирую пример министра Англии, например, то, естественно, это будет информация направлена на эти цели. В том числе, если вы человек, допустим, из бизнеса, значит, ваших бизнес-коммуникаций будут посмотрят и посмотрят, как повлиять санкциями на эти ваши бизнес-коммуникации, чтобы вы пошли на соглашение и не может подвести вас под уголовное дело для цели манипулирования, опираясь на эту информацию. То есть, это защита просто человека, персонального человека. Может быть, для человека не очень богатого или не очень высокопоставленного, это не так важно в меньшей степени, но для человека, который на что-то может повлиять, силу своего, статуса, возможностей, это становится как раз предмет взаимодействия и работы и манипулирования. Значит, это защита вас, защита государства, суверенитета, ну и поддержка национального бизнеса в этой сфере высокотехнологичной. Вот три задачи. Я бы хотел зашнить, ну вот допустим, просто если бы рассмотреть ситуацию, допустим, некий человек, который выступает в своем Украине или по-украинскими взглядами работая в России, пользуется сервисами Google для распространения или дезинформации общества. Сейчас, в правительском законодательстве, у нас нет никаких претензий к Украине. Украинские у нас взгляды, про Россию. Лучше, пожалуйста, я сам, я люблю Украину, я обожаю Украину. Делать, пожалуйста, неонацийские не надо исследовать. Вот о чем речь идет. Терористических организаций не надо. Не надо прославлять убийцы мирных жителей. Вот это вот, так сказать, что вы говорите. Ребят, ну следите за языком. Опять же, вот я девушке сказал, она уже сбежала, даже, так сказать, от эмоциональных впечатлений, так сказать, что ее взгляды, это результат огромной работы идет по сокрытию причин к разрубовке. И вам тоже говорю, то, что вы используете, вы додумайте. Ту терминологию, которую вы используете, результат работы. Вы оказываетесь, по сути дела, вот орудием в эти моменты, я понимаю, что вы случайно пошли, но я понимаю, что вы не хотели, так сказать, быть орудием в руках, так сказать, технической организации. Но, ребят, вы же молодые, но у вас еще может опыта нет. Но следите за собой, думайте об этом, о том, что борьба за вашу терминологию идет, огромные структуры сидят и работают за тем, что вы использовали. Извините, что я сперебил, но это исключительно важно. Давайте переплатим, потому что про-фашистские французские организации. О, вот, вот. Ну, пользуется этими сервисами, и сейчас по законодательству, допустим, ну, понятно, Google никак нельзя спросить у Google информацию о том, кто этот человек, где он находится, там, что он делает, и так далее, и так далее. В случае, если серверы там или другие какие-то там управления будут переданы в российские регулирования, тогда это можно будет делать. Правильно? Украинские террористические спецслужбы имеют право доступа к вашей личной информации, если им это потребуется, допустим, для цели проведения каких-то спецопераций на территории России. Понимаете, да? И Google заключил такое соглашение. То есть, сегодня мы имеем систему, при которой террористы имеют доступ к вашей информации для того, чтобы бороться с вами. Задача нашего закона, чтобы такого права у террористов и, соответственно, у американских разведсообществ не было. А чтобы у российских спецслужб был доступ к данным террористам? Сейчас доступ у российских спецслужб к этой информации запрещен. Ну, вот. Снимается, да? Все, ответили, спасибо. Так, теперь вы остались, да? У вас там не надо, Скажите, а почему отрицает улове сегрегации, которая существует в Соединенных Штатах? что родители в Федерсоне и со многими другими Гартенами, ну, там, ну, скажем, из Китая, скорее, и все, и то, что, ну, там, первое население, как говорится, совершает совершение неравноправных действий хочет тех же Гартен, которые являются Гартенами Соединенных Штатов. Потому что Google, например, описывает то, что, якобы, ничего подобного нет, и все равны. Хотя, насколько известно, в Федерсоне большинство Гартен являются неравноправными. Ну, вот это как раз технология работы, потому что Google работает на институтах в США под их интересы не только на территории России, везде. Это специализированная, как бы, скажем, не сама организация специализирована, а вот для себя они решили, они нашли для себя вот эту нишу политическую. Просто пропагандистский механизм, просто откровенный пропагандистский механизм, где искажение информация, вранье. Но это и есть информационная война. Вы думаете, она идет только на территории России? Вы думаете, американцы информационным враньем не защищают и внутри себя от каких-то процессов? Конечно, защищают. Но просто добро пожаловать во взрослый мир, который был таким всегда. Мир конкуренции, мир жестких взаимоотношений, мир, в котором сильный прав только может быть завуалированным. Он такой мир был всегда. Добро пожаловать. Вот 25 лет мы жили, делали вид, что мир поменялся. А мир как был, так и остался. Вот пора открывать глаза.